жарко пипец ради вас ради вас мы в донор хамили всем здорова всем здорово кого знаю кого не знаю всем привет это донор который располагается по улице долгобрудникова на станции метро тракторный завод универсмаг ленинградский там не по-детски прикольно долго готовят отвечают очень некрасиво я спросил можно можно да ну нахуй спасибо дружище то что эту или как я говорю типа меня избили за то что я неправильно говорю не по сценарию работы извините у меня заученный текст 2 дубль будем снимать так во-первых что хочется сказать всегда подходите спрашивайте готова ли потому что мы сейчас зря зря пару минут жизни точно отдали зря за бесплатно скажем так о эти волосы уже постричь бы да напишите какую прическу мне подойдет там может быть полу бокс я не знаю какая прическа по вашему мнению самая классная для мужчины гетеросексуала в 2024 году может ежик не знаю в общем такой донор тайм ой блин как его фамилия у меня уже подпекло мы пока сидели я ела кать свой круассан из бестро короны местные я уже этот она увидела как мужчина сперва на лавочке отдыхал кима кимарнул немного поймал такого отдыха сегодня кстати выпуск такой природный потому что нужно уметь выбраться на природу вдаль от этой суеты городской особенно когда есть возможность вот мне 4 дня вы дайте где их провел не поверить так вот вернемся к нашему донору что я говорил я уже сколько капусты капусты пока же нет вот эти вот сопли или капусту капуста нарезана соплями это мексиканская кстати попросил мексиканскую в этот раз 8 рублей за или мы шли выбирали это живописнейшее место города минск обсуждали то что странно что все раз вот размер у них начинает сам маленький выдачи какой вот в одежде какой сам маленький это наверное все таки будет да там уже детские дальше идут а здесь ну почему нет размера с мл есть только l xl xxxl вот у них какие градации но это по конченному мне как бы пофиг знаете еда есть еда название ерунда и далее сделали и отпустили меня меня поражает я не жадный ребят вот таким голодом уточка удочка у них потом разбухнет желудок разбухнет желудок поэтому кормить особо не будем не то чтобы мне жалко и хочется сказать что мясо очень это фигово прожарено и она кое-то прухлявая видишь вот это вот кусок мяса это никуда не годится над этим нужно поработать ребят вам серьезно есть куда стремиться их куда трудиться соус это к сожалению большому моему это просто-напросто ну майонез не знаю это как-то несчестно вроде бы и дальше может еще что появится знаете иногда неравномерно набивают шаурму лицало искусство чтобы равномерно с одной стороны были ну даже все перемешку и овощи и какие-то ингредиенты и соус и мясо вот это вот искусство целое мало у кого получается даже в самых топовых шавермах которым я ставлю 10 иногда и 20 из 10 все равно хромает это здесь конечно же просто ужасное пока что наполнение ну попалась мне ладно попалась мне кукуруза вот это интересно как полетят еще или нет о стервятники летят целое небо стервятников летит хочет ладно вот эту она какая-то милая типа мне обычно пофиг на гучей прям на лету видимо дрессированный вот здесь вот через мост цирк есть возможно ее отпускают погулять она настолько умная что выпускают погулять нет там напротив есть отель для китайцев и на ужин у него будет пекинская утка вставьте классы за юмор нашего оператора без сарказма если что чем кусочек смотрите она сейчас прямо в полете поймает ладно ну вроде нельзя мощным кормить уток ну хлебом нельзя я оператор уже вот знаете как она показывает вот так вот оператор ладно не будем раскрывать пол оператора я тут вообще мясо не пишу то есть типа что ты говоришь? я тут вообще ни одного куска мяса не пишу ну видишь как набито ну твое лицо когда увидел квира а у него родитель высокий чиновник твое лицо когда увидел квира а он всю жизнь боксом занимался твое лицо когда увидел квира а он метр девяносто и идеально сложен сегодня тикток такой вот видел как ну вон голодный голодный этот ученок как у тебя как у тебя как говорит я немного покусаю уже мне ни одного куска мяса не попалось ну да с мясом у них запара конечно о вот сейчас мне попадется хочешь именно мясо места вот смотри сколько мяса что врет оператор ну очень неравномерно я согласен и очень большие куски вот мяса так уточку покормить блин какое оно прикольное существо все таки можно салфетку пожалуйста? люблю конечно салфетку можно Катя твои комментарии по поводу данной шаурмы вредятину у меня одежда продолжает есть как вчерашнее платье это уже не соус вот по поводу названия будет сейчас небольшая лингвистическая минутка шутка-минутка ты дразнила салфеткой эту бедную уточку нет я кукурузы ей выпила хватит я ей уже это дал это не такой у нее желудок как у тебя ты ей дашь ему тесто да ты ей мясо дай фэмили да донер фэмили кто-то мог бы подумать что это название типа семейный кебаб или типа шаурма для всей семьи если у вас праздник какой-то день рождения или еще что-то или выпускной то можно пойти с мамой с папой бабушку взять с собой и пойти в донер фэмили чтобы там типа отпраздновать все заказать себе кофе там отличное 3 в 1 сахара надо заказывать но не все так просто на самом деле бабушка это была бабушка некая эмили которая еще задолго до своего похоронного дня ну так сказать задолго до своего отправления эмм она заказала она этот создала свой ну указ как там это перед смертью называется послание последний путь завещание завещание она вот все верно видите какой у меня толковый оператор не только хорошо снимает без этого всего ту-ду-ду-ду-ду она составила завещание в котором попросила в честь ее открыть кебабню и эту кебабню назвать в честь ее и в честь ее кебабня называется эмили типа pay f to respect to эмили типа family у меня раздражает второй день подряд второй выпуск подряд огромные маринованные огурцы не только так хочет можно еще пить опа это мелкие и там мамаши дает 3 мелких из мамаши или папаша да ребят шаурмовая снесет на ну хоть уточки пустя кайфуют блин ну а вот кому я мне дать по-первых возьмем а блин ооо вот я не знаю и конечно что мне делать ммм ну хоть маму кстати ты видела это? им тупо пофиг ты сейчас рассеешь между ними и эту вражду? угу лол смотри она отогнала цуи первым я не видела она такая типа съебалая цуи просто вот их нельзя много кормить да? а то они привыкнут к кебабу а им еще червяками питаться всю жизнь или нормально потом ну такой легкий перекус можно настроить Килл очень плохо потому что ты огромный кусок Барсаш ты можешь покрошить ааа ооо да ну она уже наелась но это как-то некрасиво дружище ну я понимаю что типа для мамки важнее ее детеныша ну вот такая вот суровая конкуренция в животном мире вот это саморезвый да он саморезвый ты видела как он с какой скоростью он плавает? он бежит помни как пушет опять уго жесть уго буго смотри сейчас Джон первым придет ща ща блин вот такой нельзя им кидать типа да? ладно ну Андрей не делай так вот этот джон который всегда ест ааа нет один просто чуть чуть побольше видишь? угу ооо вот так вот должна мама защищать своих детей а вас мама защищала или какие-нибудь такие интересные она съест или оставит детям и она тоже не прочь поедет но все равно у нее в приоритете видишь мелкие ну да я тебе покажу приоритет давай покажи приоритет не меня поменьше ну так отломайся смотри приоритет мамаша ну она щас пока знаешь? она щас занята щас 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 ага нет так все равно смотри основная же кормежка здесь происходит блин вот этот мелкий ему вообще ничего не достается он какой-то растяпа может им спрайт еще налить кстати смотри это утка она тут знаешь о не ну не надо ну ты делаешь ты делаешь контент не прекрати все ешь давай там еще вторая большая щас они смотри кто победит две больших или одна большая и пять маленьких на кого делается ставки пишите в комментариях я там еще едут едут да едут смотри вот тот настолько уничтожен да что ему он уже даже сидел смотрел в другую сторону без надежды у него даже надежды нету он просто вот если щас начнется течение его унесет туда ему пофиг будет это до этого не стоит он самый маленький да он самый маленький поэтому попробуем прямо не не оттуда плывет да вижу да и он вообще занят другими делами не оттуда давай пробуем прямо в него кидать ладно я больше даже пытаться не буду посмотри вот там два года он уже ну ладно хватит уток наверное да я ему брошу вот он вот он вот он вот он вот он он успел да это маленький съел вот он возможно сейчас мы спасли маленькую жизнь а теперь с очком их я тебе сказала не пора нищей вражду твои слова вот меня вот этом двойной стандарте и лицемерие в людях нравится больше всего мне кажется что если бы это было бредно стри сколько уток они бы столько не ели знаешь это как у нас в телеграм канале типа в каком нибудь Минск Беларусь там то раздают деньги приходите все мне вот только что пошел сигнал ладно давай сейчас немного от природы от этого обтрагируемся несмотря на количество уточек кстати вот муравей черный опять плодит и дадим оценку справедливую а то на меня очень много в комментариях гонят что оценка несправедливая как будто бы я предвзят как будто бы у меня проплаченные ролики давай по критериям пройдемся какие есть критерии оценки основные вкус вкус ну уточек можем спросить здесь больше пятерки шестерки я не могу сказать наверное шестерки ничего сильно отторгающего здесь нет ну и восторгающего оно все очень неравномерно сложено то есть вы можете пол шаурмы есть без мяса потом с мясом все таки хочется есть только мясо без каких-либо овощей без лаваша хочется просто свежий кусок мяса грызть а тут уже все и пожарено вроде как и овощами с салатом каким-то ну салат это разве мужское блюдо это девушка пускай идете в ресторане там купится ролл какой-нибудь фреш ролл в ресторанах нет салата тут нет салата что тут нет я говорю в ресторан пускай идет девушка и купите а если вы шаурмухте то там должно быть одно лишь только мясо ну короче вкус такой не то чтобы сильно выдающаяся не мерзкая но и не не норм короче на перекус пойдет чтобы второй раз здесь то есть если бы рядом работал брал бы да брал бы а так чтобы что-то ехать или можно найти гораздо более интересное вот там сто процентов если есть в короне эти бургеры уже когда в Истамбуле мы были по моему тоже рекламировались бургеры в короне в это есть бургеры с говядиной есть с курицей бомба неимоверная стоит копейки 100 российских рублей за опупительный бургер лучше чем из мака как два бургера в маке по вкусу тоже очень интересный сбалансированный соус структура структура твердая девятка в конце там чуть и ну вот кстати в структуру не согласна в структуру кто-то вписывает еще и эти как забита она типа равномерно ли эти ингредиенты размешаны здесь конечно за это можно немножко избавить избавить обороты я бы сказал что структура бывает получше бывает вот как будто бы в миксере все это перемешали и залили это класс а здесь нет 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 структуру здесь ставлю ладно восьмерку 1 балл еще за это снижу я за это не фанат снижать за это я не вижу смысла снижать но я снижу 1 балл все таки потому что другие снижают ну как бы нужно идти нужно за мнением толпы идти толпа в дуралейство не приведет дальше дальше сытность сытность в принципе за 8 рябчиков у там еще одна большая а большие видимо нападают типа троллят друг эту маленькую ты не увидишь там если не увидишь все равно ничего у меня уже корежит просто сидеть вот тут вот хорошо сытность присутствует какой следующий критерий оригинальность никакой оригинальности это опять таки ноль интерьера пенсионал пенсионал так себе честно скажу когда я говорю можно ли я не потому что типа я не знаю можно ли это просто вежливость банальная вежливость воспитанная если уже очень сильно проголодались то наверное можно а может и нельзя я вообще никогда не видел атаки друг на друга этих гущей уточек персонал ноль интерьер ну сколько да господи это просто окно какое-то ну хуйня хуйня не знаю нормально или плохо туалета нету за это снимают 8 баллов реально туалет это большое дело реально даже бы если то есть просто крутили шаурму в биотуалете ну я бы сказал абориген абориген вот такой природный выпуск получился какой то последний критерий ну наверное все ну наверное все наверное все так вот ну а ну ну ну